ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, дорогие болельщики футбольные, да и не только футбольные. Я рад приветствовать абсолютно каждого из вас в своем видеоблоге. Меня зовут Егор Дергачев, и мы продолжаем с вами давать прогнозы на различные спортивные события. От гремела Лига Чемпионов и Лига Европы, а это значит, что временно, поскольку совсем скоро перерыв на матче сборных, мы возвращаемся к локальным чемпионатам, и, безусловно, пройти мимо матча открытия второго круга чемпионата России по футболу или 16-го тура мы не могли. А в этом матче будут встречаться Урал и Московская Динамо. Урал так уж совпало борется на данный момент после 15 проведенных игр за Еврокубки на следующий сезон. Действительно, команда показывает неплохой футбол. Да, не всегда он, вернее, можно даже сказать, чаще всего он не такой зрелищный, но команда добивается поставленных целей, команда идет по правильному пути, и чем черт не шутит, возможно, по окончанию сезона мы действительно увидим уральскую команду в зоне Еврокубков, а в следующем году в Лиге Европы. Все-таки про Лига Чемпионов мы не будем говорить, давайте будем откровенны. Московская же Динамо борется за выживание. Поражение в предыдущем туре от Тосна поставили, ну не то что под угрозу существования Московского Динамо в РФПЛ в следующем сезоне, нет, но значительно подпортило нервы и атмосферу в команде Дмитрия Кохлова. Да, Динамо владел инициативой, да, Динамо создало больше моментов, а чуть ли не единственный удар в створ ворот и Тосна завершился голом. Но это футбол, наверное, за это мы его и любим, и сейчас москвичи едут на Урал. Сложно говорить и сложно давать прогноз на самом деле на этот матч, матч очень и очень сложный. Вероятнее всего будет забито менее двух с половиной мячей, но коэффициент на данный исход очень маленький. Думал я поставить на то, что Урал не проиграет, но опять-таки коэффициент не очень большой, и я вам предлагаю слегка рискнуть, поставить фору на Урал с нулем. Здесь тоже коэффициент не сильно большой, всего лишь 1-6, но мы страхуемся, в случае, если матч завершится в ничью, нам наша ставка возвращается, если выигрывает Московская Динамо, мы проигрываем, ну а если выигрывает Урал, наша ставка выигрывает. Все-таки Урал на своем поле, я думаю, будет ближе к победе, чем Московская Динамо. И если вы со мной согласны, то поставьте лайки, подпишитесь в обязательном порядке на мой канал. Обязательно в комментариях к прогнозу напишите свои мнения, свои варианты ставок на матч Урал Динамо. И, конечно же, дорогие друзья, добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте, вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочки вы найдете в описании у этого ролика. Субтитры сделал DimaTorzok